Всем доброе утро! В общем, я хотела поставить машинку стиральную. Соловей мой распивает. Я его только открыла, поэтому он очухался. А, оказывается, белья-то не так уж и много, поэтому стирка откладывается. Сейчас пойдем с Чарли гулять. В общем, на работу я с утра не пошла, типа народу нету. А сейчас мужик звонит, он у меня постоянный клиент. Ты во сколько придешь? А он недалеко живет. Я говорю, вечером. Он такой, отлично, во сколько? В общем, вечером сегодня поеду. У меня на вечер есть клиенты, потому что постоянные, поэтому я его тоже на вечер записала. Так что работа не откладывается никуда. Пойдем гулять. Сейчас надеваем свитер, потому что у нас холодно, ветер и 10 градусов всего. 10 градусов всего. Как поет. Так что прям что-то какая-то холодная зима в этом году. Как-то прям не это, неуютненько. Я даже дверь... Вообще у меня, смотрите, у меня на кухне... Надо, кстати, выбросить вот эти вот цветы сейчас. Дверь-то есть, вот она, да. Но я ее вот так вот открыто держу, потому что у нас здесь плотная шторочка такая я сделала. Вот она довольно-таки плотная и не пропускает ничего, никого. А вот. Ой, все. А все, уже 21-го нету. А уже все. А надо было раньше. Надо сейчас отодрать. Знаете, все так это... Все такие... Ой, 2020 год, уходи, уходи, ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Ага, мы еще не знаем, какой 21-й придет. Поэтому... Уходить там... Ой, смотрите, тут какая фигня. Надо как-то это отодрать. Поэтому всему свое время и... Чему быть, того не миновать. Смотрите, какая штука. Надо, по-моему, чем-то нагреть, отмыть. В общем, надо заняться этим делом. Ну, так вот, так как ветер, сквозняки, я дверь закрываю. И иду гулять. Потом приду, по пылесосу. Полы, наверное, протру. Знаете, когда холодно, даже полы не хочется мыть. Потому что мне кажется, что они заледенеют. Ой, блин, и будет еще холоднее. Ладно, пошлите посмотрим, что там на улице. Картошка. Наверное, в марте будет молодая картошка. Там тоже вот огород картошки. Чарли! Этот там примастился к мужчинам. Идет с ними. Мешается. Тут вот салат убрали. Солнце выглянет, все, жара. Ветер дует, мороз. Поэтому нифига не знаешь, что надевать. В двух капюшонах. Зато тепло. Дедушка сейчас шел, говорит, нельзя там пройти. Я говорю, почему? Он говорит, поливают. А ветром, видите, всю воду уносит сюда, на дорогу. Ну, я знаете, что сделаю? Видите? А я такая маску не надела, а просто нацепила ее. Я думала, он мне так пальцем... В общем, вот так вот сделала. Я думаю, наверное, сейчас ругать меня будет. А он такой на меня смотрит, говорит, там нельзя пройти. Я говорю, а что? Он говорит, там поливают. И вся вода идет сюда, брызгает от ветра. А я сейчас тоже пробегусь маленечко. И ничего, не замочит. Ни сахарная. Вот так. Вот так. Ай, дождик. Сейчас, знаете, что может Чарли на меня попрыгать. Но уже прыгает. А он-то сырой. Чарли, вынадки. Вот и все. Не прыгай. А то мокрая вся. Ну ничего, сейчас на ветру быстро высохну. Смотрите, что я делаю. У меня есть вот такие макарошки. Сейчас я сделаю фарш. Здесь уже лук с чесноком, который мне хочет, чтобы я поплакала. Но я держусь. Сейчас насыплю сюда соль, разные специи, какие я люблю. Вот. И будет у меня такая вот вкусняшка. Разомнем. Фарша, конечно, много, но я потом сделаю из него еще что-нибудь. Фарш смешала. И теперь просто вот так вот буду их туда засовывать в фарш. перчатки, конечно, не ахти, но других нету. И вот так вот туда и туда. Хорошенечко. Это будут такие равиоли, что ли. Не равиоли, а как это? Канеллони. Канеллони. И вот так все макарошки. Начиняем. Я делаю сырые, потому что бешамель у меня получился такой жидковатый. Это, я думаю, что по вине муки. Вот. А так их можно еще отварить немного. Но у нас так. Хотя, в принципе, смотрите, нормальный. И сейчас заливаю все это бешамелем. Бешамель. Так вот, чтобы. Бешамель. Красота будет. Ну, я думаю, что хватит. И все. И отправляем в духовочку на полчасика. Там, смотрите, до готовности. И минут за 10 до готовности добавим сыра сверху. Как вам такая идея? Мне кажется, будет просто ням-ням-няшечки. Вот что получилось. Но надо все равно отварить чуть-чуть. Потому что долго процесс этот занимал долгий. Поэтому всем приятного аппетита. Внизу полу машин мусора. Там пластик, бумагу. Блин, ничего ни хрена не видно. Еще люди бегают, где не надо. И думаю, сейчас выброшу в мусорки. И что-то задумалась, задумалась о работе. На следующей неделе у нас просто передают дожди чуть ли не всю неделю. Вот. И думаю повесить объявление, что в четверг откроюсь. Ну и, короче, думаю, нахрен проехала мусорку. Ой, блин, опять с мусором. А он у меня уже там дня три влежит. Пипец. Так и буду скататься с мусором. Просто даже не знаю. Говорю, начинается со вторника. Дождей передают. В среду, четверг. И прям, знаете, не там не 20%, а 80-70%. Конкретные такие. А здесь же как? Еще и холодно. Сегодня вообще, блин, знаете, как холодно. 12 градусов всего, во-первых. Во-вторых, ветер ледяной. Прям вот, знаете, было бы полбеды как бы и холодно, да? Но ветер прям ледяной. То есть все это выветриваетесь дома. И вот на следующей неделе тоже. Ветер мало того, что не прекращается, так еще и дожди будут. Дожди. И вот думаю, когда открыться. А я ж, знаете, я сегодня прошла. Все парикмахерские замки закрыты. Написано, на субботу закрыты. Ну, а я-то работаю. Как говорится, это по требованию клиента. Чарли, вот полиция ездит, а ты тут стоишь. Тіра патррас, веньга. Ветё патрраз, отрас. Вямо. Венга. Он дурачка делает. Иногда спуститься и думает, что я и так тоже пойдет. Нет, так не пойдет. Ветё патрраз. Венга. А у меня там, а он не может. У меня там мусор. Баля, вон ты аки. Баля, вон ты аки. Тумбати. Венга, су false аки. Акино, Аки. Он ко мне. Там мусорка, он не может перепрыгнуть ее. Не знаю, видно вам, не видно. Видите? Мусорка на полу лежит. А я ему иди назад. А как? Нельзя. Солнышко светит, все хорошо. Но, блин, холодрига. Дубео, холодео. В общем, я поехала работать. Так что, я говорю по требованию клиентов. А, знаете, дома надъедают лежать. Ну, что, я уже и кофе попила, и чай попила. Полы помыла. Пропылесосила, пыль протерла. Пошла машинку ставить. А там мало белья, ни хрена нету. А пустую машинку гонять? Ну, нафиг. А вот надо стирать на следующей неделе. Это дожди, дожди. У нас соседи, походу, уехали куда-то там это. Отмечать, потому что соседей не слышно, ни детей. Обычно там нет-нет, да их слышно. А сегодня ничего не слышно. Видите, машина вот так вот носит. Это куда-то на открытой местности. Что-то какая-то зима в этом году холодная. В прошлом году, мне кажется, было теплее. Или, может, мне кажется, фигозно. Я вообще не люблю холод. Я люблю жару. Вот это вот 150 одежек. Я сегодня уги одела. А, я в прошлом году вообще уги не надевала. Так что нет. Вот мотоцикл едет. В три ряда. Мы, одна моя машина, другая и мотоцикл между нами. Ну, как так? Вот. Уги в прошлом году вообще не надевала. А сейчас надела. А у меня же ноги-то мерзнут. Я сплю в носках. А что? А как иначе? Ноги мерзнут. Нос мерзнет. Все мерзнет. Ладно. Поехала. Я работу работать. Первую в этом году. Ну, вот, отработала. Сейчас клиентка. Она бабушка. Довезу ее до дома. А, слушайте, ветра-то нету. Прикольно. Она, у нее сил нету. Ну, как сил? Она после коронавируса, короче. А вы знаете, что после него сил нету. И я говорю, ну, давайте до дома довезу. Она с дочкой пришла. И говорю, все равно у меня машина тут. А потом вспоминаю, что у меня полмашины мусора. Ой, ну, ладно. Сейчас его в багажник запихаю. Довезу. Хорошая бабушка такая. Хорошая вообще семья. Поэтому надо помогать хорошей семье. А вот тут уже ветер есть. Так, сейчас. Короче, все. Нагулялась. Видите, как трясется. Я не знаю, что он услышал, где. Я потому что ничего не слышала. Едем домой. Смысл гулять. Весь трясется. Смотрите. Полетел к машине. Чарли, а где ты? К машине полетел. Так что это вот и гулять бесполезно. Вечером. Не знаю, где он что услышал. Потому что ни хрена ничего я не слышала. Стреляют, не стреляют. Трусишка, зайка серенький. Все, нагулялся. На руки. На руки надо брать. Так мы и гуляем. Все, погуляли. Целых сто метров проходили. Ведь что ты там услышал? Чарли? Как ты? Чарли? С кем-то он там разговаривает. На каком-то не нашем языке. Чарли? Че ты там услышал? Расскажи мне. Девочка что ли или мальчик катается? На роликах. Ну ладно, поехали домой. Пришла домой. Короче, погулять мне не удалось. Так, че я хотела-то? А, тут опять еще один пакет принес. Сестры, наверное, соревнуются, кто больше даст. Опять апельсины. Наверное, сок надо с них делать, потому что очень много апельсин. О, черемою. Черемою. Это я люблю. И Ава. А, он надо положить. А, в этом аппетите останется. Черемою, апельсин. Стук апельсинов у меня. Черемоя тоже с сада. И Ава. Завтра можно покушать ее. Колбаска у меня фоет есть. Так, в холодильнике места нет. В холодильнике места нет. От слова совсем. Ну, у нас на улице как холодильник, знаете? 10 градусов всего. Так, надо... А, чайку поставить. Надо чайку поставить. Так. Чайку попу. Я вчера по мэлу разрезала. Хороший, кстати, попался. Смотрите, кужуры практически нет. Он сейчас тоже слямзил. Не такие вот он у меня ужин будет. А, он какой деловой. У меня от кальда мясо оставалось. От бульона. Он мясо сожрал, а корм свой оставил. Деловая колбаса. Ладно, друзья. Буду с вами прощаться до завтра. Чай поставить поставила, включить не включила. Планов никаких. Но, как здесь говорят, собраем арчи. Что-нибудь придумаем. Аппетит приходит во время еды. Правильно? Так что всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok